Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Отличник Лайв. Именно подобное вы могли услышать около двух или трёх месяцев назад на моём канале. Ну или при той периодичности, когда я выкладывал видео несколько раз подряд на дню. Но сегодня, в 2021 году, всё изменилось. И сегодня я расскажу о том, что вообще сейчас происходит в моей жизни. Я думаю, что первоначально покажу причину, которая не давала мне возможность снимать на свой канал новый и уникальный контент. И, конечно же, эта причина сейчас появится в кадре. Вы можете её раскритиковать в комментариях, либо же написать в комментариях, что мне делать с ней. Итак, вашему вниманию ЕГЭ Математика 2021 год. ЕГЭ Математика. Ещё один сборник 2021 год. Ящика, кстати. Ну и финальный сборник. Это, конечно же, ЕГЭ по обществознанию. Котова Лескова. Ну и позади меня находится ящичек, в котором находится также ЕГЭ по русскому языку, которое я тоже буду сдавать и готовлюсь к нему ежеминутно, ежесекундно, ежечасно. Помимо всего этого, для зрителей канала Левонтий, это мой игровой канал, на котором сейчас насчитывается аудитория в качестве 20 тысяч подписчиков, заявляю. На канале видео больше выходить не будут, потому что я решил сосредотачивать все свои силы именно на одном основном канале «Отличный Клайв». И поэтому все игровые видеоролики, развлекательный контент будут выходить исключительно здесь. Ну и не знаю, в каком графике, конечно. Возможно, раз в неделю. Возможно, что вообще каждый день. Послушав многие истории про то, как сейчас развивается контент на Ютубе, я понял, что изменилось ровным счётом ничего. Все продолжают снимать блоги, все продолжают записывать какой-то childhood контент, Ну а я собираюсь записывать ежедневный лайвблог контент. Это совсем не блоги, это немножечко интереснее и разнообразнее. Это вы увидите совсем скоро. Ну и давайте же немножечко покажу, что находится на моём столе и почему же я так редко выкладываю видеоролики. Как видите, здесь находятся две тетрадки, одна такого фиолетового цвета, да, как вы видите, фиолетового цвета тетрадка. Она полностью забита 15-ми заданиями ЕГЭ, потому что я собираюсь сдавать математику на 80 плюс баллов. Я поставил себе цель и поэтому решаю всю первую часть и решаю 13-й, 15-й, 17-й задачи, включая 14-ю часть А с доказательством. Ну или Б, там, если она, конечно, пройдёт. Ну а эта тетрадка, которая уже тоже кончается, забита различной геометрией и алгебраическими вычислениями, которые у меня продолжаются с начала этого года. Кстати, экономические задачки, как вы видите, поэтому многие выпускники, да и не только, 10-й, 11-й класс, 9-й, меня, в принципе, поймут по логике вещей, чем я занимаюсь. Как же красиво она выглядит. И вообще, я посчитал, многим будет интересно, как же я готовлюсь к этим экзаменам самостоятельно. Я решил ответить вам легко и просто на этот вопрос. Не ко всем экзаменам я готовлюсь самостоятельно, поскольку у меня есть ощущение, что я могу что-то-то и не сдать. Ну, сдам я всё, конечно, но при этом, при этом, чтобы получить нормальные баллы, чтобы поступить в университет на бюджет, необходимо сдать предметы достаточно хорошо, хотя бы на 240 плюс баллов за три предмета. Я сдаю три предмета, общество, математика и русский язык. Поэтому к математике я готовлюсь с нашим учительом по математике. По-русскому аналогично, по обществу знанию сам. Сам использую свои общественные навыки, силы, смотрю интервью и сам развиваюсь, естественно. Ну, а как вы думали, как вы думали. Касаемо моего хобби, моей последней прочитанной книгой была книга Евгения Николаевича Панасенкова «Первая научная история войны 1812 года». Монументальнейший труд, 500 страниц текста обо многом, обо всём. И очень всё конструктивно, интересно и оправдано, разумеется. Поэтому за лето, когда я был в Анапе, отдыхал, прочёл эту книжку и выделил для себя очень много нового и интересного. Поэтому, кто также увлекался историей или увлекается, можете, в принципе, смело приобретать и читать факты про первую научную историю войны 1812 года. А я её пока убираю, потому что я её красуюсь, бывает, в лицее, то есть прихожу с ней и провожу какие-то некоторые презентации, потому что мне это интересно. Вот. Ну, а в целом, этот шкаф разбирать нет смысла, потому что у меня здесь забито всё полностью предметными областями, потому что тут и химия, тут и общество знания, тут и английский язык, тут и всякие сборнички по русскому языку. Поэтому тут, я думаю, что у каждого уважающего себя школьника, даже второй вариант по физике остался, хотя писал я первый, видимо, схитрил, и остался второй вариант. Вот. Примерно та же забитость шкафа, заполненность, и ничего интересного-то и нет. Посмотрите, какая прекрасная награда висит над моим столом. Я считаю, что мы не должны ограничиваться только этой наградой. И помогите, пожалуйста, добить миллион подписчиков на моём канале до конца года. Поэтому просто советую вам подписаться на мой канал, поставить лайк и, конечно же, нажать на колокольчик. Я думаю, что будет неуместно записывать видео из моей прекрасной комнаты и не обратить внимание на вид из окна. Как вы видите, 7 февраля у нас в Краснодаре дофига снега. Его не было буквально 2 или 3 дня назад. У нас была отличная тёплая погода, почти лето, но сейчас всё покрыто абсолютно снежной корочкой. Посмотрите, как это великолепно, замечательно, эстетично и красиво. Тут, кстати, бывает голуби сидят. Но да ладно. Многие, дамы и господа, всё-таки меня спрашивали, каким образом мне так удалось схуднуть. Я вам уже отвечал на эти вопросы и даже записал отдельный видеоролик, который вы можете посмотреть на моём канале, который высветится вот здесь. Поэтому переходите по вот этой вот небольшой вставочке, по гиперссылочке и смотрите этот замечательный видеоролик. Интересный контент, безусловно, качественный. Правда, нудные рассуждения были. Ну да ладно, включайте просто на фон и слушайте. Касаемо игрового контента, дамы и господа, я напоминаю, что играю на проекте Advanced Roleplay, вы можете начать их вместе со мной. Это уникальнейший проект, своего рода консервативный, в сфере San Andreas Multiplayer. Поэтому если ваши дети, или вы сами дети, или вы сами люди, или вы сами подростки, хотите поиграть на проекте вместе со мной, то, безусловно, регистрируйтесь по промокоду Ливонди на сервере Advanced Roleplay Grim и играйте вместе со мной. Сейчас немного покажу вам свой дом и пару кадров с этого проекта. Безусловно, открывается вид на просторы широкой San Andreas карты. Мы находимся в городе Сан-Фьерро. Здесь прекрасная архитектура, здесь прекрасный воздух, прекрасный вид, горы и мануфактура. И, конечно же, мы зайдем в наш дом, который выглядит, безусловно, дикарски. Но я не скажу, что это дикарски, и не скажу, что это элемент какого-то аскетизма. Я вижу в этом модерн. Это дом ютубера, дом блогера, который я смастерил своими руками всего лишь за полтора дня, скажем. И вы также можете вместе со мной зайти, поиграть на сервер и построить себе хату. Ну и в заключении, наверное, я расскажу вам немножечко о том, чем я буду заниматься в ближайшее время и в каком распорядке будет выходить контент на моем канале. Я уже сказал о том, что закрываю свой игровой канал в связи с нехваткой времени, в связи с тем, что я не хочу тратить свои силы на второй канал, который не будет приносить ни дохода, ни, соответственно, удовольствия от контента, который я выкладываю туда, потому что на монтаж ролика уходит около дня, на съемку его уходит тоже очень много времени, и поэтому все проекты, которые мне пишут по поводу сотрудничества, пишите на почту. Мы будем рассматривать с вами сотрудничество на моем основном канале, но не на втором канале Ливонти. Я его оставлю как целый архив, как целый сборник моего интересного контента, моего творчества, потому что есть и видео из детства. Поэтому если вам интересно посмотреть мой игровой контент или посмотреть видео из моего детства, вы можете посмотреть их на моем канале Отличник Лайв, потому что у меня есть отдельные видеоролики на эту тему. Ну и зайти, конечно же, на мой игровой канал Ливонти, где эти видео есть просто в оригинальном доступе. Они из 2009 года были залиты, поэтому просто заходите, смотрите, радитесь и веселитесь. Но канал просто перестает существовать в том плане, как активный контент-мейкер. Поэтому имени Левонтий, кроме того, как в Steam или там в Дискорде, больше нигде помянута не будет. Теперь расскажу немножечко о канале Отличник Лайв. Этот канал был создан в 2015 году, 13 ноября. Тогда я был веселым мальчиком, который выкладывал различные видеоролики с обзора на детские площадки. Или же, например, видеоролики с Алисой, например, с моей племянницей и так далее. Вот. Вряд ли такие ролики уже будут, поэтому если вам интересно, если вы готовы следовать со мной, если вы готовы вместе со мной вливаться во взрослую жизнь, если вы готовы с интересом смотреть на будни уже почти не подростка, то поэтому подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Ну лайки, я не знаю, стоит ли у вас просить, потому что я так часто пропадаю, поэтому если вам интересно, то ставьте лайк. Если неинтересно, то, соответственно, оценивайте его другой оценкой. Пишите комментарии, потому что мне важно знать ваше мнение по поводу того, в какую сторону, в какое направление мне двигаться, что можно снять, а что можно записать. Безусловно, я для себя выделю те позиции, по которым я буду строить дальнейшие планы своего контента, но мнение зрителя все-таки нужно учитывать. Ну и пишите, кто остался с тех времен, когда я еще записывал в году 17-18 различные интересные видеоролики. Мне самому безумно нравится их пересматривать, поэтому заходите, пишите, смотрите. Все в открытом доступе. Говоря о том, что у меня есть еще из социальных сетей, это ВК и мой Инстаграм, который у вас сейчас на экране, поэтому если вам интересно следить за моей жизнью не только на Ютубе, поэтому можете заходить и подписываться либо на мою страницу ВК, на это я, к сожалению, никого не добавляю, да, но выкладываю там периодически интересные посты, интересные статьи, поэтому если вам интересно это читать, то можете подписаться на ВК. В Инстаграме аналогичная ситуация, только там фото из моей жизни. Видеоролик подошел к концу, я показал вам свой обычный день, обычный свободный день, чем я вообще занимаюсь, занимаюсь я подготовка к игре, различными играми, поэтому, дамы и господа, спасибо за ваш уникальнейший просмотр, спасибо за потраченное время, всем хорошего настроения, доброго дня, вечера, утра, до свидания.